всем привет на связи эти дистрик сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать о более совершенном современном способе создания не просто создание объекта на примере виджета текст видео который мы разбирали на прошлом уроке а правильно его инициализации той связки со своим виджетом из xml шаблона и так вот перед вами открыт код из предыдущего урока помните мы с вами создавали вот виджет значит мы создали объект виджета текст view до придано создать присвоили ему имя и потом связали вот тут внизу но это такой классический шаблонный способ намного проще то что проще а считается правильным делать все это по-другому с помощью специальной библиотеки если вы смотрели мое видео о том как я над которым я рассказывал о реактивном запуске и правильном запуске приложения где показывал как подключается все этим библиотеки которые на по состоянию на февраль двадцатого года нужно использовать то если не видели ссылка будет в описании но может не смотреть то видео я вам сейчас покажу мы сначала уберем эти библиотеку потом поставим смотрите есть значит вот в модуле грэдл то есть грэдл это модуль который компилирует то есть собирает наше приложение и вот тут есть файл бил грэдл причем мы должны открыть бил грэдл темплейт то есть ну как бы вот название шаблона если вы не переименовывали базовое создание своего проекта то у вас будет модуль и вот вот второй нижний открываете вот здесь вот его перед вами будет вот такая картина и смотрите я тут подключал уже батарка и специально эту библиотеку сейчас я удалю и мы вместе с вами сразу настроим всем скажем так все с самого начала настроим сейчас я это все удалю синхронизирую приложение чтобы так все 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 мысль мы его синхронизировали и теперь что вам нужно сделать у вас в описании к видео будет ссылка на специальный сайт но также можете делать так как я вам сейчас покажу вы заходите в google кстати если вы уже становитесь разработчиком то обязательно пользуйтесь искать браузером google и так уж вышло что вся информация по мобильной разработке она находится вся свежая на англоязычном пространстве и я настроил браузер так чтобы он мне выдавал в первую очередь зарубежные сайты именно а именно американские сайты и так нам нужно использовать библиотеку butter knife для этого в google мы вводим вот так вот butter knife вот подсказка виху выходит видите butter knife android кликаем давайте вот она github овская вторая ссылка вот на github там будет инструкция по установке спускаемся вниз видите такие вот нам нужен раздел download берем копируем вот эти две строчки в отключении библиотеки свежей версии 10 . 2 . 1 копируем эти две строчки возвращаемся в наше android studio да и вот здесь dependence в этом разделе после в общем делаем отступ помощью интера помощью клавиши enter от последней строчки и вставляем скопируем язык скопированные строчки подключение библиотеки вот они не две ставились теперь возвращаемся обратно на сайт и нам нужно скопировать вот этот блок копируем возвращаемся обратно и вот так нужно вставить внутрь и вот этого блока с android я вставляю вот в это место сразу после того как это после того как отображается подключение sdk версии 29 после того как это написано 29.0.2 спускаюсь вниз enter и вставляю эту часть кода это для поддержки определенной версии java видите справа наверху есть кнопка появилась ссылка синхронизации синхронизации это появляется за того что мы вставили мы произвели некоторые изменения в файле build грэдл и поэтому нам нужно синхронизировать все приложение чтоб android студия чтобы android студия знала что у нас все все сад на у нас нету никаких конфликтов и так давайте синхронизируем клик клаве кликаем по синхронизации видите внизу вы можете наблюдать как запустилась синхронизация все у нас всех все синхронизировалась процесс завершен зеленая галочка появилась закрываем этот файл и теперь давайте удалим во-первых инициализацию то есть привязку к шаблону и создание самого объекта видите у нас мой адрес сразу где мы методы для текст ию прописывали он уже окрасился этот объект в красный цвет потому что он теперь не существует тебе давайте теперь я вам покажу как по-современному необходимо создавать объекты и так раньше вы помните водили текст view то сделали обращались к типу объекта и водили его название теперь нам нужно что сделать вводим собака бинт он уже видите подсказывает бинт view здесь сразу мы подключаемся к xml шаблона вспоминайте вводим r ресурсы обращаемся к и дешнику айди и и вводим май адрес оставим пробел вводим уже тип виджета это текст view вот об компей текст ию и давайте введем название май адрес и ставим точку запятой смотрите что мы с вами сделали мы раньше как было мы здесь объявили просто то есть мы делали вот эту запись здесь то а уже внутри метода мы подключались опять обращали мы обращались к этому объекту использовали finview бейди и уже прописывали вот так же вот этот вот эту привязку к этому виджету из xml шаблона теперь все это мы делаем в одной строчке но если вы сейчас запустите приложение у вас выкинет у вас не у вас приложение не запустится потому что будет ошибка ошибка заключается в том что в самом методе он кейт нужно кое-что прописать нужно пройти сделать следующую над запись butter knife помните название библиотеки butter knife вот и мы должны вызвать метод bind вот этот и в скобках мы должны указать ключевое слово this this обозначается обращение к своему контенту то есть из то есть это да и все и ставим точку запятой после скупок и после этого у нас все так же заработает в общем я вам советую пользоваться до этим способом инициализация объекта так как он считается правильным современными и если вы пойдете на собеседование на ново на должное джуна да то есть стартовую должность то если вы продемонстрируете знание такой технологии ты библиотеки она является одной из обязательны к использованию то вы явно выделитесь на фоне возможно других джунов которые то есть на фоне других новичков которые возможно это не буду знать а может и будут стать все по все бывает по-разному но в общем я вам советую использовать этот способ инициализации и вообще создание объекта еще хоть и я вам хотел такую заметку сделать могут прошлый раз с вами окрашивали но дело в том что у нас этот метод не будет использоваться потому что там ошибка для того чтобы нам через программным способом окрасить текст нам нужно сделать кое-что по-другому нам нужно сделать немножко по-другому мы также обращаемся к объекту вызывая метод set text color а вот дальше мы не просто обращаемся к ресурсу нам нужно ставить нам нужно сначала ставить метод получения информации с ресурса помните мы я говорю что есть методы методы get и и сеты get что-то мы получаем информацию а с этому записываем информацию нам нужно выбрать метод get ресурс то есть мы получаем доступ к ресурсу ставим точку вызывая метод get color получаем цвет и уже внутри метода get color то есть в атрибутах этого метода мы прописываем путь р . color . и вот к color text и вот после этого все заработает и теперь можно вот этот вот этот вот этот и аннотацию удалить ну потому что она не нужна нам потому что мы теперь все правильно завели вот это мое упущение из предыдущего урока используйте библиотеку butterknife для инициализации и если вам нужно программно окрасить и какой-то текст вообще я все лучше это прописывать в xml шаблонах это я вам просто показал все возможности так как что можно сделать то используйте вот такой вот метод получаем не просто указываем доступ к ресурсам а используем метод get ресурс потом метод get color да то есть получаем доступ не просто к ресурсу а к цветам указанных ресурсе да и указываем уже конкретный заведенный за конкретно заведенную ссылку на цвет на связи было идти district ставим лайк если несложно пишем комментарии это поможет продвижению данных видео потому что видео по android по разработке android он ним по факту не будет набирать много просмотра потому что эта тема намного сложнее и тяжелее чем разработка сайтов которая более массовая это уже для более узкого круга интересов поэтому я буду вам признателен если вы поставите лайк и напишите какой-нибудь как комментарий можете просто поставить плюсы не знали что-то или что-то главное чтобы что-то вы ну какой-то комментарий вели на этом у меня все всем удачи всем пока